Задача идентификации человека Прямоугольные датчики считаются более подходящими, поскольку больше соответствуют форме отпечатка. К тому же расширяется область, на которой считается образ отпечатка пальца, и следовательно увеличивается количество получаемой информации. Существует два основных способа импосновосканирования – пассивный и активный. Оба основаны на заряде и разряде конденсаторов в зависимости от расстояния до кожи пальца, в каждой отдельной точке поля и считывании соответствующего значения. Это возможно, поскольку размеры гребня в паде на коже достаточно велики. Средняя ширина гребня около 350 микронов. Сравительно небольшой разметка массажеров модулей – порядка 50-50 микронов – позволяет замечать и фиксировать развитие емкости даже на близких точках кожи. Пассивный принцип сканирования. В пассивных кремниевых сканерах каждая ячейка имеет лишь одну из пластин конденсаторов. Другую образует поверхность пальца. Сканирование состоит из двух этапов. На первой стадии, когда палец касается поверхности чипа, пластина датчика заряжается. Обычно целый ряд одновременно. И на так называемых схемах выборки и хранения запоминаются значения напряжения на каждой из них. На втором этапе, когда палец убирается, ряды пластин датчика заряжаются. И в другом комплекте схем выборки и хранения запоминаются остаточные значения напряжения на пластинах. Разница между зарядом и остаточным напряжением пластины пропорциональна емкость ячейки датчика. Впоследствии, ряд зарядов со сканированной и оцифрованной ячейки создает образ отпечатка пальцев. Такой способ доступа к пластинам минимизирует потребность схемы выборки и хранения до двух на каждый ряд. Подобные сканеры опускают варьирование в определенных пределах величин зарядного и разрядного потенциала, а также времени затяжки между этапами и сканер, чтобы обеспечить возможность считывания отпечатков пальцев в различных состояниях. Важно, сухие. Но даже с использованием такого регулирования контроль образа не может быть столь же полным, как при активной технологии, где управляются обе пластины конденсаторов. Активный принцип сканирования. Ячейка датчика содержит обе пластины конденсатора, соединенные в активную темкосную схему обратного питания и через инвертор, инвертирующий усилитель, который играет роль накопителя заряда. Одна пластина связана с ходом инвертора, а другая с выходом. Функция накопителя заключается в преобразовании емкости обратного питания в напряжение на выходе, которое можно оцифровать. Активный датчик, так же как и пассивный, работает в два этапа. На первом этапе ключом сброса замыкается вход и выход инвертора, сбрасывая схему в начальное состояние. Во второй стадии на пластину конденсатора, связанную с ходом накопителя, подается полипрованный заряд, создавая между пластинами электромагнитное поле. Кожа пальца взаимодействует с полем, изменяя действующую емкость. Зависимо от наличия гребня или в пальце, отпечатки емкость конденсатора, соответственно, уменьшается или увеличивается. Значение этой результирующей емкости оцифровывается. Поскольку каждая из ячеек датчика имеет собственный накопитель заряда, пикселы картинки адресуются методом произвольного доступа. Это позволяет использовать дополнительные функции обработки образа отпечатка. Например, просмотр только в высленной области или предварительный просмотр более быстрый, но с меньшим разрешением. Активная технология сканирования обеспечивает немного более высокую устойчивость к внешнему воздействию, имеет более высокое отношение сигнал в шум, и поэтому датчики способны воспринимать более широкий диапазон параметров отпечатка вне зависимости от состояния пальца. Продолжение следует... ... ...